Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас гиподинамия, вялость, недостаток общей ци. У человека нет нагрузок, нет физического труда, и все это ведет к малоподвижному образу жизни. А точнее, на сегодняшний день многие лекари говорят, что это болезнь 21 века. Очень мало человек стал работать, понятно, да? Он стал больше, скажем так, лениться. И эта ленность приводит к тем или иным заболеваниям. Почему? Потому что гиподинамия прежде всего может нарушить кровообращение человека, дыхательный процесс человека и процесс пищеварения. Ну, человек ничего не делает и кушает, конечно, будет страдать ЖКТ. Человек не занимается дыханием у него, что не вентилируются легкие, естественным, природным, скажем, процессом. Он-то вышел на балкон, подышал, подумал, он уже подышал свежим воздухом. Ну и кровообращение. Кровь. Кровь – это дух. Это земной дух человека. Во всем этом нам может помочь акупунтура. Только, пожалуйста, уважаемые зрители, здесь больше нужно отнестись с уважением к физике. Почему? Потому что вот многие мне звонят и говорят, а вот точка акупунтуры поможет, а вот она поможет. Вы знаете, точки акупунтуры много чего могут, но не все. Почему? Мы еще в физическом теле. И как сказал один старец, да, мне эту еще хромину надо содержать в норме. Потому, помните, физическое тело, я извиняюсь, тоже требует от нас уважительного к себе процесса. Уважительного жизненного процесса. Этот процесс вы создаете. Не я. Данная точка F13 Джан Мэнь может поддать человеку энергии, которая что заставит, либо приподнимет у человека настроение, поведение улучшится, появятся мысли, желания. Появится избыток энергии, человек захочет эту энергию, что, ну, как-то проявить. Потому, данная точка F13 Джан Мэнь тонизируется при гиподинамии, тонизируется данная точка. Но вы должны этот процесс, что не останавливать, даже если вы завели двигатель, процессор стал работать, вы должны эту всю энергию, что, ну, поддерживать. Вот и все. И знать, где вы теряете много энергии, либо от чего энергия ваша воспаляется. Этот самый важный процесс вы должны над собой наблюдать. Как на тонком энергетическом уровне, так и на физическом уровне для гармонии своего тела. Спасибо за внимание.